Нет ни публичных общественных обсуждений, нет ни учитывающих мнения каждого человека. Есть репрессии, есть политическое давление, поэтому мы осознанно называем этот референдум только как референдум в кавычках. То есть это скорее мероприятие по легитимизации режима. Что мы делаем со своей стороны? И мы поддерживаем эту стратегию, о чем говорит Светлана Тихановская. Это стратегия демократических сил, офиса Светлана Тихановской, Народного антикризисного управления, Координационного совета и гражданских инициатив, честных людей, платформы «Голос», платформы «Зубр» и даже шире, больше структуры, больше организаций, движений. Так что это общий план. Поэтому, да, мы поддерживаем, придерживаемся того же плана, если коротко и в двух словах. Он заключается в том, чтобы действовать, чтобы приходить на участки и делать бюллетени недействительными, ставить крестики напротив всех вариантов, которые будут предложены на так называемом референдуме. Параллельно мы работаем с членами избирательных комиссий. Честные люди приглашают членов избирательных комиссий сотрудничать и взаимодействовать, не отказываться от того, чтобы стать членом избирательной комиссии, если вас приглашают, но быть честным свидетелем на местах. То есть принимать это приглашение, становиться членом избирательной комиссии, фиксировать нарушения, предоставлять реальную информацию, что происходит внутри. Эту работу мы сейчас уже ведем. Таким образом, осознавая, что это ни в коем случае не референдум по Конституции, а я тоже использую эту метафору, что это выбор между Лукашенко и Лукашенко, мы понимаем, что Лукашенко пытается вернуть себе легитимность. Легитимность. Легитимность – это тоже ресурс. Если уж мы занимаемся тем, что мы оказываем давление на режим, пытаемся забрать у него все ресурсы и политические, юридические, финансовые, экономические, то легитимность – это тоже ресурс. И если на этом мероприятии, на референдуме, так называемом, он пытается вернуть себе легитимность, то думаю, что мы не должны просто наблюдать за тем, как он это делает. Поэтому мы призываем, присоединяемся к этой стратегии, безусловно, на народное антикризисное управление, призываем приходить на участки и делать бюллетени недействительными. О том, что дальше, после того, как мы опустим в урну бюллетень, мы приглашаем подтвердить свое действие в онлайне, и что именно дальше будет происходить на участках, точки сбора, время сбора, визуализация какая-то, да, вот об этом мы будем говорить ближе к дате референдума. В голос мы приглашаем всех, кто уже поддерживает предложенную стратегию и кто еще сомневается, либо, может быть, даже за бойкот выступает, да, мы приглашаем всех пройти опрос, обозначить свою позицию, как вы относитесь к референдуму и что намерены делать, и дальше мы будем замерять настроение отношения людей в обществе к референдуму, и ближе к референдуму, наверное, эта ситуация будет меняться. Люди могут получать информацию о ходе кампании по референдуму, также информацию для членов избирательных комиссий, а в будущем и для гражданских контролеров, такая, скажем, новая форма для наблюдателей, да, мы понимаем, что наблюдатели едва ли будут регистрировать. Поэтому платформа «Голос» — это центральная платформа, куда мы приглашаем всех, где все, скажем, три составляющие вот этой кампании по референдуму, все белорусы, которые приходят на участки, мы приглашаем, члены избирательных комиссий и гражданские контролеры-наблюдатели, всех мы приглашаем приходить на платформу «Голос». Режим боится электоральных кампаний, это однозначно, и референдум является электоральной кампанией, происходящее после, то, о чем вы говорите, репрессии, да, и они усилились действительно, после объявления стратегии Димсил, и все это показывает, что эксперты, политики, говорящие о том, что режиму очень нужна явка на участки, были, мягко говоря, неправы. Может быть, так жестковато звучит. То есть теперь очевидно, что режиму нужна стерильная, абсолютно тихая кампания с минимальной явкой в дни досрочки, и только тех граждан, над которыми есть контроль. Обыски практически у всех, у случайных людей, да, активистов кампании 2020 года, это действительно происходило у наблюдателей, в том числе у честных людей, да, представителей сообщества. И все это делается, нужно понимать, что с простой целью запугать, затерроризировать людей и принудить не делать вообще никаких действий во время референдума. Явка протестной аудитории режиму не нужна, людей не согласны с тем, что происходит внутри страны, потому что режим все же осознает, что этой аудитории, то есть нас, большинство. Единственный способ осуществить контроль над действием людей на участках, это отменить тайну голосования, я думаю. И это тот рубеж, я думаю, за который даже самые отъявленные тоталитарные режимы не заходили. Поэтому они просто сеют страх, чтобы обеспечить пустые участки и тишину, то, что они всегда называли тихой, спокойной электоральной кампанией. Места — это избирательные участки. Режим не может запретить нам приходить во время электоральной кампании, финальная точка которой — голосование, приходить голосование на участке. Тут уже скорее вопрос, как распределяться по этим участкам, вопрос времени сбора, как заходить сразу на участки, очереди или не очереди. Вот такие, скажем, нюансы. То есть если нам за последний год, наверное, полтора уже отдают возможность собраться в одном месте или в почти шести тысячах местах одновременно, то эту возможность нужно использовать. Это наше право приходить на участки. Поэтому могут ли нам запретить прийти либо арестовывать за то, что мы пришли на участки? Едва ли могут, да? Поэтому кажется, что это как раз то действие, которое белорусы могут себе позволить, как бы это ужасно не звучало в этих ужасных условиях репрессий. И мы, собственно, призываем, конечно, приходить и показывать свою волю, свои отношения, показывать свои несогласия с тем, что происходит внутри страны. И на фоне всех возможных действий это как раз таки видится доступным для белорусов внутри страны. Сейчас идет много параллельных процессов, и кампания по противодействию референдума – это один из них. Это не панацея, это важно понимать, это не единственный рычаг. То есть это важный момент давления на систему внутри страны, однозначный. И так это нужно принимать. Это ничего общего с волеизъявлением не имеет. И поэтому мы говорим о том, что это наш рычаг давления на систему внутри. И это важно в первую очередь для самих граждан, которые по сути сейчас являются заложниками внутри страны. То есть если режим нуждается в восстановлении утраченной легитимности, то граждане сейчас нуждаются в восстановлении своей субъектности. Я бы, наверное, так говорила. Которую они ощутили в 2020 году. Уже мы говорим про разницу 2020 года и про одну логику, подход. Так вот граждане ощутили свою субъектность в 2020 году. И режим за эти полтора года пытается загнать это под асфальт. Это важно для самих граждан, но это действие будет иметь силу, приход на референдум, только в сочетании с другими. То есть это не единственный трек, не единственный Путин, не единственная компания. И это ни в коем случае не вход в одну и ту же реку, поскольку мы все осознаем, что с помощью одной электоральной компании власть сменить невозможно. Мы увидели это в 2020 году, мы понимаем это уже сейчас. И нам не нужно ничего здесь доказывать. У нас есть осознание этого. У режима на референдум возложены чуть ли не все надежды получить хотя бы эту условную легитимность внутри страны. И нужно обратить внимание, что режим за этот период так и не смог хотя бы частично восстановить доверие граждан. Хотя было множество возможностей. Мы использовали все свои возможности или где-то пытались идти на опережение, оказывая давление на систему. Режим же продолжал производить репрессии, генерировать новые сроки и приговоры. Поэтому сейчас я думаю, что поменялось многое, поменялось осознание белорусов, что у режима Лукашенко просто нет идей будущего. У нас они есть. А у нас они есть. И в ситуации, когда белорусы поняли свою субъектность и поняли, что не решается все одной компанией, и мы должны с разных сторон оказывать давление на режим, насколько мы можем себе это позволить, как нам по силам. Снаружи страны одни инструменты, внутри страны другие инструменты, то мы используем эту возможность. Мы дожимаем. Про то, что голос назван экстремистским. Понимаю, что сейчас практически все названо экстремистским. Найти человека, несогласного с режимом, кто подписан на какой-то экстремистский канал или был подписан, но сейчас пролистывает, потому что подписался из давления со стороны режима, едва ли возможно. И тут я призываю, наверное, к осознанности. Люди должны понимать, зачем они это делают. Они хотят получать правдивую информацию. Они хотят иметь доступ к независимым реально СМИ. Наверное, это ужасно звучит. Но это в наших реалиях цена правдивой информации, риски. Мы живем в ситуации, в которой все независимые СМИ, каналы, сообщества признаются экстремистскими. И думаю, что просто посписочно пройдут по всем. Поэтому оказывает ли это влияние на белорусов? Уверена, что оказывает. Многие понимают, отписываются. Мы видим от Токио телеграм-каналов. Скажется ли это на кампании референдума? Да, думаю, тоже скажется. Мы можем рассуждать только если бы. Безусловно, называя эту стратегию вслух и говоря, что мы перезапускаем голос, перезапустив его, мы же тоже понимали, что ситуация поменялась. Что если в 2020 году кто-то сравнивает, вот люди не боялись, выходили. Да, безусловно, контекст был другой, давление было меньше. Ну, еще раз, это же не повод не делать ничего. Либо мы принимаем то, что происходит внутри страны, либо не принимаем и показываем, демонстрируем, действуем. Понятно, что мы за то, чтобы действовать и не соглашаться, и быть всем вместе. На этой неделе есть, вот на ушедшей уже, на этой неделе были первые сообщения о том, что в госорганизациях на самом деле начали увольнять за отказ участвовать в референдуме. Вот такой информации раньше не было, сейчас это уже случилось. У нас есть фотографии этого протокола об увольнении, да. По понятным, я думаю, причинам мы не выкладываем их в паблик в целях безопасности. Сейчас мы продолжаем общаться, честные люди продолжают общаться с теми, кого приглашают, как я уже говорила, стать членами избирательных комиссий. Мы знаем, что режиму сложно набрать комиссии. То есть сейчас уже до объявления официальной, да, мы понимаем, что 27 февраля, но это же неофициально объявленная дата, до даты официального объявления референдума уже начинается набор комиссий. Это происходит за закрытыми дверями, неофициально. говорят о том, как важно исполнять долг перед Родиной и спрашивают о готовности стать членами избирательных комиссий. Потом проходят собрания, идеологи приезжают, не знаю, как тут подобрать промывку мозгов, наверное, такая идеологическая мощная работа происходит. И еще раз хочу повторить, что мы приглашаем членов избирательных комиссий не отказываться по одной простой логике, что если откажетесь вы, честные люди, да, то вместо вас найдут другого фасификатора. Да, режиму сейчас сложно укомплектовать комиссии, реально сокращает количество. Я думаю, что когда объявят официально, то мы увидим, что численность комиссий официально будет сокращена. Но когда вы находитесь внутри, вы имеете возможность противостоять, либо как минимум иметь реальную информацию. И мы сейчас говорим не о том, что когда вы начинаете сотрудничать, то мы сливаем ту же информацию, мы тоже понимаем все эти риски. Первое – это только согласие тех людей, которые начали с нами сотрудничать, да. Мы выкладываем эту информацию в паблик. Второе – есть зависимость, безусловно, от того, как пройдет референдум. Это тоже важно понимать, да. То есть мы пока скорее аккумулируем эту информацию, помогаем людям готовиться к этим собраниям, вот, помогаем, наверное, вот с этими страхами, опасениями, переживаниями. Сейчас, слава богу, ни одноочных избирательных комиссий, скажем, не рассекретили из тех, кто с нами сотрудничает. И это тоже радует. Это люди, которые геройствуют, на мой взгляд, да, которые идут на риски, осознанно идут на риски. И наша задача здесь, на самом деле, пояснить, да, что это рискованно. Очевидно, что это такая агентурная работа даже, возможно. Но, тем не менее, если мы не согласны с тем, что происходит, мы пытаемся противостоять этому. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...